Кто из нас никогда не имел дела с акварелью? Все же мы были детьми, все мы держали в руках кисточки и обмакивали их в акварельную краску, а также в стаканчик с водой. Но когда же возникла техника акварели? Кто ее придумал? Мы этого не знаем, но точно можем сказать, что акварелью писали уже древние египтяне, и древним китайцам эта техника была известна. В средние века в Европе акварель использовали для того, чтобы создавать иллюминации, иллюстрации в манускриптах. В более позднее время художники обращались к акварели как к подсобной или подготовительной ученической технике. Самостоятельное значение она начала получать, обретать где-то на рубеже 18-19 веков. Чудесные акварели сохранились от Уильяма Тернера, великого английского пейзажиста. В области акварелия себя проявил замечательный немецкий художник Эмиль Нольде, но это уже 20-е столетие, первая половина. Обратимся к творчеству Альбрехта Дюрера, одного из величайших мастеров акварелия. Дюрер художник эпохи Возрождения. Жил он в Нюрнберге, путешествовал в Италию, и акварель ему была нужна для чего? Для того, чтобы изучать натуру. Вспомните хотя бы дюреровского зайца, которого сегодня можно увидеть и на подушках, и на футболках, и на кружках, и где угодно еще. Или травы, растения. Все это изображал, зарисовывал Дюрер в цвете, потому что хотел, как настоящий художник эпохи Возрождения, как настоящий человек эпохи Возрождения, лучше понять окружающий его мир. Плюс ко всему, он посредством акварели отражал свои впечатления, ну, скажем, от путешествий. Вот он едет из Нюрнберга в Италию и запечатлевает горы, города, городочки. Все то, что интересует и волнует его душу. Но это профессиональный художник. А давайте-ка обратимся к акварелям, созданным непрофессионалом. Я имею в виду Лермонтова, великого русского поэта и прозаика, автора-героя нашего времени. Ну, я думаю, многие знают, что Лермонтов был еще и художником, ну, именно что и дилетантом. Вы помните, что и Пушкин был художником, ну, вернее, рисовальщиком. Рисунки Пушкина вдохновляют кинематографистов, или, вернее, аниматоров, в частности, Андрея Хржановского. Но Пушкин не акварелист. Он все-таки использовал перо и чернила. И рисовал на полях. Ну, вот когда мысль не идет, вдохновение как будто бы иссякло или застоприлось, можно какой-нибудь комический или вполне серьезный профиль набросать на полях. Лермонтов был все-таки, ну, какие-то, наверное, амбиции живописные имел. Потому что он не только чернилами что-нибудь там на полях набрасывал. Он работал с масляными красками. Он создавал пейзажи, портреты, рисунки. Ну, и какое-то количество, несколько десятков акварелей от него осталось. Опять же-таки, это пейзажи, которые выражают его личные впечатления, его восхищение горами Кавказа и людьми, которые обитают на Кавказе. Это, в частности, портреты его близких. Портрет Варвары Лопухиной, его возлюбленной в образе Эмилии, героини пьесы испанки. Ну, и закончим наш короткий экскурс уже началом 20 века. Ведь акварелия создавали в том числе монаршие особы, в частности, дочери Николая II. Ну, и, конечно же, его сын, цесаревич Алексей, царские акварелия. Они, с точки зрения искусства, как и работы Лермонтова, никакого интереса не представляют. Ну, просто любопытно на них взглянуть. Ну, все же знают Анастасию, фильмы, мультфильмы про нее снимают. А вот можно не только ее на фотографии увидеть, но и полюбоваться ее детскими и подростковыми акварелями. Этот пример нас возвращает к началу моего короткого спича. Когда я говорил о нашем детстве, мы брали в руки кисточки и акварельные краски. Этим же занимались дочери царя, последнего русского царя. Соответственно, акварель и сегодня, в отличие от более сложной масляной техники, каждому из нас, будь то царь или какой-нибудь, не знаю, интеллигент или дворник, акварель каждому из нас дает возможность почувствовать себя художником и посредством искусства выразить свой внутренний мир.